здрасте всем друзья привет уленьки продолжаем играть ферму на карте севера фриски острова и значится что у нас происходит во первых конечно же у нас идет уборочная мы в прошлой серии купили гигантское поле здесь росла кукуруза и и в общем то убрал за кадром засел пшеницу и вот сейчас мы ее убираем тут у нас работает наш комбайн и грузовичок и в общем то у них скорее всего все будет хорошо а если не будет он надоем им по жопе всем далее по поводу того что у нас на базе происходит есть у нас на базе уже дохренище пшеницы дело в том что я еще убрал 59 63 поле и никуда ее не отвозил эту самую пшеницу еще у нас есть кукуруза довольно много это 58 поле которое было не вспахано неудобрено ничего там в волочебном состоянии очень-то много кукурузы там получилось также я уже засеял 59 поле убрал и засеял надо будет еще внести известь а также сейчас я товарищ еще не переехал ну короче говоря сюда ездит селка которая засея здесь в очередной раз пшеничку и опять таки здесь тоже нужно на всех полях нужно известь но это ладно довольно много времени будет чтобы ее потом внести также друзья кстати я взял два контракте к на удобрение удобрял к сейчас вот поехала 2 выполнять один уже выполнила дело в том что нам нужны будут денежки по по заводикам давайте что же пробежимся вот это вот штука лесопилка я ее запустил чтобы она делала щепу но остановил потом в какой-то момент есть 80 кубов поддона 85 кубов щепы но и 50 кубов леса у нас еще осталось так что пока что все нормально кстати по поводу леса лесу нас уже трохи подрос то что мы когда-то давно попилили сейчас здесь растет вот такие вот уже довольно таки большие сосенки это конечно не максимальный объем но все в общем то у нас здесь хорошо вот эти силка почему-то вокруг ездит на 63 поле непонятно почему также друзья у нас есть картоновая фабрика всю щепу что мы привезли прошлый раз вся она переработалась воды еще сюда подвозил как там поддона не подвозил поддона расходуются довольно медленно есть у нас в общем-то картоновые вот эти вот коробки 127 кубов я думаю что можно будет отвести сюда щепы чтобы запустить это производство еще раз в принципе особой нужды в этом нету но и друзья есть у нас еще одно производство это друзья наша мельница я сюда от пригнал мана здесь какая-то непонятная фигня с коллизиями с текстурами но это ладно мельница у нас полностью вообще забита 350 кубов муки здесь поддоны все еще есть с той партии которым привозили зерно еще есть зерно довести вообще не проблема но это опять-таки чуть попозже сюда мы прибыли потому что у нас есть небольшой дефицит денежков потому что сегодня надо построить как вы уже догадались по названию курятник для этого нужно купить территорию и этот самый курятник поставить в общем-то тех денег которые у нас сейчас здесь есть их скажем так недостаточно поэтому мы съездим продадим один прицеп муки денег будет достаточно и классно ведь правда давай падал загружайся во вроде бы без особого геморроя мы даже все это дело загрузили на супермаркете лидл можно это все дело продать за 812 евриков я уже сильно знаете ли цену искать не буду не так далеко находится это место в общем-то погнали туда да не очень удобно здесь триггер сделан для разгрузки но что поделать что поделать то что если мы высыпем не с прицепа а вот прям вот так вот она сюда все залезет да она должно сюда все залезть давайте тогда задом запаркуемся немножко потопчем чужое поле но я думаю что его владельцы не расстроится вообще ни разу вот так вот или надо чуть поближе до к дороге я имею ввиду вроде бы вот так вот она все должно попасть на триггер разгружаем и в общем-то пошло на все продаваться это замечательно поддона у нас пяти кубовые поэтому продаются они довольно таки медленно разгружаются но ничего страшного мы подождем 17 ферме они вообще по очереди разгружались я делал таймлапс который снимал по полтора часа как красивенько продаются поддончики на свапе особенно когда ламановое масло продавали в гигантских объемах да вот было дело но ничего в общем-то двигатель мы глушим получили мы 160 тысяч этого вполне хватит для того чтобы построить курятник поэтому давайте в общем то это и приступим в первую очередь друзья нужна территория и знаете какую территорию я выбрал для этого дела вот эту вот полянку по моему вполне себе комфортное место стоит недорого рядом как раз вот ветрячки стоят добывают чистую энергию здесь довольно таки много места поэтому я в общем то хочу купить именно эту территорию она стоит 200 на 216 тысяч денег мы ее покупаем и на эту самую территорию друзья мы и поставим наш курятник курятник стоит 395 тысяч размер у него конечно не очень маленький но он сюда идеально помещается а вот так вот бздынь и готова не очень круто конечно то что здесь асфальтовая площадка появилась но что поделать что поделать курятник у нас глобаловский не через меню животных а как производство идет если что сюда друзья нужно будет привести кур купить зерно у нас есть зерно поэтому это не проблема кстати говоря кукурузу можно сюда использовать она нам все равно не нужна также нужны поддоны и поддоны с коробками которые мы сделали солома и вода в общем то это все дело мы можем сюда привести поэтому давайте в общем то этим заниматься и да кстати есть еще вторая цепочка из кур делаются куры то бишь они ну грубо говоря плодятся в общем то давайте займемся подвозом ресурсов и запустим производство яичек первые друзья что мы сделаем это отвезем им один прицепчик кукурузки пока что один прицепчик этого вполне себе хватит чтобы запустить это все дело все это дело забивать и или за кадром я буду или же может быть стримец какой-нибудь будет когда-нибудь а может и не будет загружаем кукурузку и погнали тебя отвезем на наш курятник высыпаем один прицеп кукурузки и далее этого товарища мы отправим поработать и повозить конечно же зерно на мельницу он это довольно быстро сделает потому что здесь довольно близко ему ехать давай дружище девять раз и после этого он поедет припаркуется да вот такая вот классная система уборка кстати идет в самом разгаре все прекрасно следующие друзья что нам нужно привести это водичку поэтому берем нашего мана который у нас для водички специально кстати так и не сделал авто драйв и так и не сделал место откуда по авто драйву эту самую воду брать но ничего страшного между тем вальтера кстати съездила и заправилась какая она молодец и так экскарта у нас кстати с траншеями поэтому воду можно набрать из них и прям рядом с курятником главное не утопить ман она вроде как он здесь не тонет не знаете пока вода наполняется это долго долго происходит поехали возьмем немного картонных коробок и поддонов первое друзья что нам нужно забрать это коробки так просто по пути получилось на целлюлозном заводе они у нас производятся коробочки возьмем 10 поддонов этого хватит появляются они у нас позади здания поэтому включаем автоподбор и они прыгают к нам на прицеп не едем друзья еще и за поддонами поддонами с поддонами его вот она наша лесопилочка черт не попал но только я так умею на самом деле застревать несказанная в этом мастер но ладно значит выгружаем с нашей лесопилки поддончики пустые поддоны тоже 10 штук создать 10 поддонов остается еще 30 кубов поэтому друзьям и эту самую линию запускаем пускай оставшиеся с древесины перерабатывается в поддоны они нам еще понадобятся но поддончики же мы загружаем на наш прицепчик и везем на курятник благо вон у нас здесь прям близко-близко поддон у нас выгружаются вот тут очки не очень удобно его поставил сейчас ну ладно ничего страшного знаете наверно имеет смысл даже рукой это все поскидывать это будет намного быстрее чуть подождем пока вон те только догрузится и все остальное все так вот скидываем это дело тоже просто вам туда скидываем и они будут потихоньку исчезать там сами вот эти вот тоже туда просто скидываем для не если верх ногами стоят исчезать не будут и на самом деле эту серию записываю третий раз уже по некоторым причинам и прошлые разы я как-то удачнее ставил этот самый курятник но ладно сейчас разберемся с первом а надгоним отсюда а то он трохи мешает до поддоны надо ставить по-нормальному причем на триггер а блин коробки ж не сюда надо вести что я затупил бывает ничего страшно для для коробок у нас с другой стороны есть целая полка специальная но ничего сейчас перегрузим туда загружаем их обратно благо есть автопогрузка и все это занимает довольно мало времени если бы мы грузили вилами было бы не круто а коробочки у нас вот на этом триггере принимаются поэтому выгружаем все это дело сюда часа не разгрузится мы их просто вот так вот кучей пододвинем они они тут все словились вообще до единой отлично но пора исчезать тогда а понятно ну ладно мана отгоняем в сторону и погнали заниматься продолжать в общем-то все сюда доставлять хотя далеко идти не придется у нас здесь есть в луже еще один ман который стоит с водичкой сейчас нужно его только аккуратно из этой лужи выгнать потому что здесь всегда есть шанс застрять но нет у меня получилось да или нет или получилось же черт ладно я сильно я справлюсь выгружаем водичку нужно еще привести солому и купить кур выгружается она кстати намного быстрее чем загружается но все равно долго это стандартная бочка если что не вижу смысла использовать моду сколько это есть стандартная вот этого мана значит тоже паркуем вот сюда и погнали на базу возьмем прицеп на котором привезем солому вот тут кстати он же себе шка ездит у нее все хорошо но у нас есть еще один же себе шка побольше по размеру поехали загрузим один прицеп соломки а тут загрузка благо быстро идет солома в этот прицеп за считанные секунды наполняется вообще момента и в общем то вот это вот все погнали отвезем на курятник соломку нас высыпается вот сюда вот тоже специальное хранилище не попал первый раз давай друг высыпайся ну и все по сути дела осталось только курочек купить правда сейчас проверим я знаете ли могу ошибаться этого товарища мы отправляем на парковочку давай есть паркуйся обратно на место и в общем-то смотрим да мы привезли все ну а курочек друзья мы с вами купим купим на 50 кубов насколько я понимаю они должны будут именно прям расплодиться то есть теории можно было бы и на 10 кубов купить да ну ладно пускай будет так и мы как-то все по 50 по привозили но почти все скорее всего это все дело пойдет у нас в плюс значится вот это вот дело должно будет перегружаться это должен быть один склад короче говоря да что я говорил курятник мы запустили теперь здесь все работает у нас будут яйца а раз у нас будут яйца то мы в принципе готовы ставить макаронную фабрику вот она она требует муку яйца поддон и картон воду в общем-то все стандартно также еще можно делать пельмени с говядиной но говядина и такую коровник как коровник я пока не готов ставить хотя на самом деле он здесь тоже глобаловский есть поэтому это не особо большая проблема но это знаете я оставим на следующий сезон если он будет далее друзья что мне нужно будет сделать за кадром или на стриме если он будет в чем я сомневаюсь но мало ли что вдруг нужно по сути дела до убирать вот это вот поле и засеять его а также все поля удобрить и посыпать известью также нужно каким-то лядом заработать кучу денег потому что сама макароновая фабрика стоит миллион двести плюс под нее нужно еще территорию причем территорию какую-то одну из больших надо брать может быть даже какое-то поле урожай будет зреет двое суток поэтому в принципе у меня есть время чтобы попарываться в контракте я думаю что необходимую сумму денег мы сможем насобирать может быть друзья даже по стриме плюс есть скажем так смысл позабивать производство хотя не знаю может и нет смысла на этом друзья мы тогда закончим на сегодня осталась еще одна серия в сезончике где мы сделаем макарушки и в общем-то цель будем считать достигнутой всем друзья огромное спасибо за просмотр у кого есть желание поддержать канал ссылочка в описании или бусте или так донатики я вообще всему буду рад прям комментарии лайкусики очень-то тоже не забываем если на канал не подписан до подписывайтесь и все как обычно на этом друзья у меня все с вами был никита дилай и вот нормально же вы работали все время вот чё началось то вообще не очень-то всем покаки